всем привет с нескольких берегов ребята у нас новый месяц новая посылка продолжаем работу над сантисимой давайте посмотрим что у нас произошло на этот раз я начну с новостей которые и поднесла компания для гости не в данном выпуске нас ожидала информационное письмо вот такое в котором написано о том что теперь мы будем получать не по 4 а по 5 выпусков в каждой посылке и это должно ускорить сборку нашего парусника и посмотрим что он журналах журналах у нас номер 16 и выпуске здесь у нас рейки последняя часть килевой рамки и шпангоуты части шпангоутов 14 и 15 соответственно всего их у нас 16 как вы знаете давайте посмотрим что у нас в журнале теперь у нас по две картонки для прочности прилагают что же приятно журнала я быстро пролистаю не думаю что стоит останавливаться эту картинку я очень часто использовал в обзоре есть здесь что почитать продолжаем сборку работу надо спасательной шлюпкой журналы не очень толстые целом все понятно с семнадцатым выпуском у нас дела следующим образом у нас здесь подставка стапеля временного под сборку но его размер меня радует я пока не решил для себя буду использовать в качестве постоянной подставки то что предлагает нам набор либо это будет заменено на что-то другое но приятно то что мы уже имеем некую подставку на которую можно все это поставить у нас но и посмотрим на журнал о друзья смотрите это выход на новый уровень что авто было две два листочка здесь у нас вот такая картонка здорово кухня вообще тематика очень похожа по тому сценарию которого двигаются у нас ролики меркурия рассказывает какие-то моменты бытовые и прочее сборка стапеля продолжение работы надо шлюпкой довольно кстати симпатично выглядит стапель на мой взгляд бухты канатиков как красиво можно их укладывать это кстати довольно познавательно интересно будет не только там начинающим моделистом но и в целом мне кажется полезная штука номер 18 нам предлагает чупангоуты и что же у нас здесь о смотрите они вернули назад картонки друзья кризис прошел мы снова на коне нас историческая справка скорее всего уже личностное может быть и нет еще продолжение шлюпки и сборка до конца посмотрите шлюпки практически уже заканчиваю к этому выпуску поэтому скоро можно будет уже и полностью взять в работу и собрать не люблю я по частям его так собирать мне хочется прям все сразу чтобы не отрывались так сказать и крайний выпуск у нас на сегодня 16 элемент шпангоут это у нас скорее всего похож вообще на транец надо будет посмотреть еще раз на киль я не помню но вероятно вот до 16 последний вуаля мы закончили степс без анимачты и снова у нас прекрасные картонки я кстати их складываю мне ребенок на них рисует их использую в качестве подложки для аэрографа но очень здорово вот плохо парусного флота мне кажется можно изучать отлично маринистов по данным чертежам последствия трафальгара да друзья конечно то то еще драка было ничего не скажешь простят мне фамильярность флаги но флаг абсолютно безобразный конечно его надо будет менять поэтому в целом очень мало какой-то полезной информации у нас будет перо руля и на этом целом там все что же я предлагаю тогда пока приступить сборки наших деталей установки их на корпус а параллельно мы с вами поговорим про некоторые исторические факты которые будут нас напрямую касаться санте сантисиму вы знаете помните что она принимала участие в двух самых крупных морских таких сражениях это у мыса сент-винсент в девяносто 1797 и у трафальгара в трафальгарском сражении конечно же это 1805 и год я имею ввиду и прошлый раз мы разговаривали довольно подробно про сражение у мыса сан-винсент но разговаривали наверное с точки зрения больше с английской стороной с уклоном на англичан сегодня предлагаю пробежаться быстро и посмотреть же что там было с сантисимой повторить там некоторые моменты узнать что-то дополнить новое сантисима держал флаг испанский командующий лейтенант генерал как вы помните хосе де кордоба и рамос и ему конечно же досталось прилично удивительно что англичане всеми силами старались там вывести флагман сантисию из боя это было очень большой такой раздражитель для них в разное время сантисими пришлось там сражаться в ходе этой битвы одновременно чуть не семью противниками включая того же самого капитана под командованием нельсона и мы помним что сантисима чудом избежал тогда пленения ему на выручку пришли два испанских корабля но я не про это был один факт значимый когда на помощь флагману подоспели семидесяти пушечный пила пила пилаю которым командовал каэта навальдос и сан пабло под началом вальтосара идальго де сис не роса никак не могу я запомнить и выговорить его фамилию извините сис не роса они связали боем английские корабли которые атаковали в тот момент сантисиму и дали возможности выйти из боя вот и храбрый энергичный вальдос в самой жесткой форме потребовал снова поднять на сантисим испанский флаг который был спущен во время ее битвы и уже практически они сдались кордоба он настолько был сильный избит от огней британия и района что он прекратил всякое сопротивление и есть очевидцы которые говорят о том что но флаг был спущен так вот у нас вальдос в самой жесткой форме потребовал вновь поднять флаг на сантисиме вернуть флагман и заявил что в противном случае если они этого не сделают он будет считать сантисиму как вражеский корабль или откроет по нему огонь ну то есть моральный дух был настолько сильно подавлен в той ситуации что говорить тут не приходится ну угроза конечно же подействовала не флаг быстро подняли кстати часть испанских историков отрицают тот факт что целом флаг опускался в том сражении у сантисимы но мы тут уже не узнаем истину можем только догадываться факт фактом но линкор не смог продолжить боль и он все равно вышел по убитым у меня есть цифры такие что число их составляло 69 человек и 233 человека раненых часть артиллерии была выведена из строя очень сильно страдал сам рангоут в основном ну в основном фок и бизайн мачты были сбиты и от них остались просто напросто обрубки да то есть если собрать всю картинку целиком вы прекрасно понимаете вообще как там досталось коробе ну гроб мачта там практически на волоске держалась и целом и прилично тоже досталось кордова перенес флаг на другой корабль а его бывший флагман который в целом-то не очень сильно был быстроходен он буквально плелся там в направлении берегов испании несмотря на попытку англичан захватить сантисиму они пытались это сделать но не хватило сил поражение в целом поставила крест на карьере как вы знаете испанского адмирала он был уволен с флота оказался в опале у него был заказан вход во дворец и так далее британский же командующий дэрвис он получил прямо все с лихвой и сэра и титул награды и был в шоколаде в полнейшем если копаться в причинах то историки одной из основной причин победы англичан называли не состояние кораблей или качество там их не знаю они говорили в основном про личный состав именно людей матросы которые оказали прям прямое влияние на исход этого сражения если мы будем смотреть и говорить сегодня про испанский офицерский состав то в основном мере в основном своей массе он очень сильно уступал испанцам не испанцам и британцам в рамках вообще возможно он был плюс минус может быть как-то хоть подтянут под их уровень но если мы посмотрим с офицерского на более простой командный состав то там вообще целом команды оставляли желать лучшего например у французский морской историк журьян дала гравьер отмечал что цитирую испанцы в ту эпоху уже не были серьезными противниками в сен-венцентском сражении на каждом из линейных кораблей едва насчитывалось от 60 до 80 сносных матросов остальная же часть команды состояла из рекордов которые впервые видели море и были завербованы для службы во флоте лишь несколько месяцев назад из английского населения внутренних областей или из открывших отбывавших наказания в тюрьму английские историки сообщают что когда к этим рекордам приходили и приказывали идти в море они падали на колени кричали в слезах что скорее хотели бы быть убитыми на месте чем найти верную смертью на такой опасной службе но вы понимаете да весь ужас вообще в целом морального состояния испанцев и вспомним о том что это была коалиция франко испанская тут испанцы даже не сами несли знамя так сказать они подчинялись французом что тоже оставила свой веселый отпечаток после сражения корабль находился как мы уже сказали в таком ужасном состоянии что его собирались в целом исключить из состава испанского флота и даже был разработан проект по перестройке его в плавучую батарею с таким-то количеством пушек да не удивительно но в избежание будем считать потери лица или не знаю называйте как хотите решили сантисиму восстановить потратив кучу денег на ремонт и и ну и попутно усилили вооружение доведя число орудий до ста сорока франку это вот что касается момента перестройки ну целом наверное это вот из ключевых моментов пока все и я предлагаю нам заточить снять малки и уже установить элементы на корпус ну что ж друзья вот мы и почистили все давайте тогда склеивать наши элементы между собой поехали у меня здесь отсутствует маркировка поэтому я прописал ее карандашом оставляем сохнуть пока так друзья наши шпангоуты уже склеились они уже держатся я в любом случае планирую сегодня прям совсем устанавливают на келевую рамку давайте посмотрим что у нас здесь предлагаю сейчас установить последние четвертую часть келя и закрепить ее я думаю что нам это будет проще ставить друзьям который у нас идет в наборе я пока не уверен что есть необходимость его собирать потому что то подставка которая у меня она все-таки чуть-чуть поудобнее будет и вместо занимает поменьше поэтому я наверное оставлю пока ее прошлых выпусках у нас с вами были две вот этих детали 12 выпуск здесь я не помню какие-то прошлые в общем давайте кто-то установим теперь у нас есть киль вставляем степс степс бизайн мачты ну что ж я считаю пока отлично здесь у нас все пока клеится шпангоуты я пока не планирую вставлять потому что у нас стрингеры будут дальше еще идти и лучше вклеивать вместе с ними чтобы они придавали жесткость конструкции и более точное позиционирование поэтому сейчас я предлагаю просто их ставить 12-15 здесь у нас стрингером все под выровняется ну что ж друзья вот у нас уже и корма подходит к своей заключительной части по шпангоутом я думаю что очень скоро мы уже начнем заказывать планки для черновой обшивки и потихоньку двигаться в этом направлении пишите в комментариях планируете ли вы самостоятельно дальше строить после сбора основного каркаса или будете уже продолжать по инструкции делитесь впечатлениями интересно ну и интересно будет узнать ваше мнение про размер честно я вам скажу пока не представляю где его буду хранить куда его поставлю длиной он конечно огромен друзья еще у него даже ранголу то нету который будет еще сильнее увеличивать длину меня не знаю как остальных меня новость про увеличение выпусков обрадовала честно говоря быстрее получим быстрее будем радоваться но опять же я бы не очень рассчитывал что это нам какую-то выгоду да скорее всего это просто увеличение маржинальности диагостинии увы и ах но все же на мой взгляд получается довольно интересная конструкция а на сегодня это все спасибо что посмотрели лайк и увидимся следующих выпусках пока пока